здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы сегодня мы поговорим о фондовом рынке сша рассмотрим и сыпи 500 nasdaq обсудим двух словах по экономике сша что там происходит по отчетам сша квартальный до выходят там крупные компании сейчас отчитываются в целом если кратко о фундаментальном фоне у нас квартальные отчеты выходят и некоторые скажем не радуют да они радуют и скажем показывают сильные затраты условно на на тоже искусственный интеллект и это скажем какой-то степени пугать инвесторов как видим после практически последних отчетов крупных компаний там вот этих гигантов да они так папа 5 по 7 по 10 процентов падают за последнее время на этой неделе если брать макроэкономику сша берем же тот же рынок труда вот заявки от а дп в среду вышли хуже ожиданий то есть заявки по безработице в четверг аналогично вышли выше ожиданий то есть больше обратилась и сегодня пятница у нас выйдут данные по нонфарм пирос я думаю что там данные возможно выйдут скорее всего выйдут хуже ожиданий если сравнивать с дп там вышло хуже и здесь скорее всего да с одной стороны можно это рассматривать как ухудшение рынка труда и таким образом это подтолкнет фрс к снижению ставки да как у нас на этой неделе было заседание фрс и павел достаточно жестко выступил все ожидали что он мягко выступит по поводу будущих смягчений да он говорил они скорее всего будут возможно в сентябре но они будут четко отслеживать рынок труда а если он будет ухудшаться и инфляцию но с другой стороны нужно понимать что у нас слабый рынок труда это говорит о скажем проблемах в экономике на это первое ну еще помимо вот этих факторов экономических можно добавить еще политику точнее конфликты которые возможном формате разгораются на ближнем востоке какая-то эскалация будет углубляться или нет посмотрим поэтому это тоже дает на инвесторов те же инвестора начали покупать золото да золото у нас показывает новые максимума тот же фьючерсы на комикс показали новые максимума спот немножко отстает поэтому есть напряженность и технической точки зрения в принципе я в последних своих обзорах говорил что я вижу только шарты по снп по nasdaq давайте перейдем к графикам и они дальше подтверждаются вот у нас начнем с фьючерса на smb 500 делал он такой ложный вынос уровня 5530 но я об этом уровне говорил прошлый раз мы увидим что ложный пробой сделан и вчера закрылись достаточно хорошо для шарта и я думаю что сегодня мы будем вот мы уже практически пробиваем такой локальный ключевой уровень поддержки 5400 давайте там минимум у нас 5430 до пунктов я бы ниже этого уровня работал на шорт на пробой это первый вариант второй вариант мы можем еще откатить как вариант и дальше все равно я рассматриваю шарты пока мы находимся вот сейчас у нас такой образовался локальный локальный тренд и пока мы в нем находимся я бы рассматривал только шарты пока мы его не поломаем вот здесь здесь все просто видно что у нас вот первый импульс такой достаточно мощной коррекция второй импульс и скорее всего он будет продолжаться возможно я даже не исключаю что это какие-то пики исторические по сэнпи я это скажем не исключаю будем по факту уже смотреть если будет рисоваться другая ситуация допустим на покупку тогда мы скажем об этом будем говорить поэтому ключевые уровни по сэнпи я сказал по nasdaq ситуация аналогичная у нас тоже здесь образовался такой достаточно мощный локальный тренд пока мы в этом тренде я бы только шаркил вот мы пробиваем ключевые уровень поддержки в районе 18 800 ниже данного уровня я бы шаркил цели для падения у нас достаточно такие хорошие в район семнадцать тысяч возможно еще коррекция то есть условно нас сегодня на по рынку труда как вариант посмотрим ну еще забыл отметить вчера вечером выходили в 17 00 новости от индекс там делой активности в производства производства производстве до от 7 там вышло 46 пунктов если не ошибаюсь 46 копейками ожидали там 48 поэтому тоже указывает на проблемы в производстве поэтому я думаю что стоит шаркать сэнпи 500 nasdaq и здесь есть хороший потенциал и на этом можно заработать сегодня мы и даже в ближайшее время если даже сегодня не получится у нас скажем не пойдет рынок по пробою а пойдет с на откат и дальше все таки я думаю что следующей неделе будет скорее всего шо такой краткий краткий разбор в принципе смотрите мои прошлые скажем обзором я там детально обсуждал тоже сэнпи nasdaq всем удачи будут какие-то вопросы ваше мнение пишите в комментариях всем удачи пока